Лучших спортсменов года поздравили в правительстве области и объявили, кто из них поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. А в Магнитогорске начали сбор помощи для бывшего тренера Металлурга. У Фёдора Конорейкина онкология. Необходимы деньги на лечение. Подробности у Ульяны Любимовой. Лучших спортсменов года собирают в правительстве области. С наступающим праздником их поздравляет вице-губернатор Евгений Редин. Здесь это квандистка Анастасия Барышникова, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, и Ольга Иванова, бронзовая чемпионка мира, и каратисты, дзюдоисты, легкоатлеты и пловцы. Им вручают губернаторские благодарности и своеобразный спортивный Оскар за рекорды и достижения года. Ведь за прошедший спортивный сезон более тысячи южноуральцев завоевали медали крупных российских и международных соревнований. Более 50 из них стали чемпионами Европы и мира. Сегодня награждали 30 человек спортсменов, это десятка лучших по олимпийским видам, по неолимпийским, и 12 человек наградили по паралимпийским и турзоолимпийским играм, и десятка лучших тренеров. У большинства спортсменов каникулы будут недолгими. Например, Анастасия Барышникова уже названа участницей Олимпиады в Рио-де-Жанейро. И в январе ей предстоят сборы в Кисловодске. Это мечта моя. Я, естественно, хочу попасть еще раз на Олимпиаду и уже выступить куда лучше, чем в Лондоне. Отбор на Олимпийские игры в Бразилии продолжается. Ольге Ивановой, чтобы попасть в Рио, нужно выиграть лишь один турнир. Дюдаисты и бадминтонисты пока набирают рейтинговые очки. Кто поедет на Олимпиаду из числа легкоатлетов, решится только в июле на чемпионате страны. Погоня за место в плей-офф продолжается. Челябинский трактор обыграл загребский медвежчак. Правда, получить максимальные три очка команде не удалось. Победили челябинцы по булитам 2-1. Победный гол забил Максим Якуценя. Якуценя, бросок, гол! Не дошло очередь до Александра Балдюка. В начале встречи трактор вел, и для победы в основное время у черно-белых были все шансы. Однако удержать преимущество челябинцы не смогли. В конце потеря концентрации, вот эти ненужные удаления, пропущенный гол, не смогли дотянуть, чтобы взять три очка, но мы все равно довольны результатом, что победили. Потому что для нас каждое очко сейчас очень дорого. Отрыв от восьмого места сейчас составляет 12 очков. Завтра трактор проведет финальную игру года с Братиславским Слованом. Тренеры и игроки континентальной лиги объявили сбор средств для бывшего наставника магнитогорского металлурга. Заслуженный тренер Федор Конорейкин тяжело болен. Весной у него диагностировали онкологию. Конорейкин долго не хотел делиться этим диагнозом, однако справиться с болезнью без помощи не может. Нужны деньги на девятинедельное лечение в Германии. Лига уже подготовила письмо с просьбой о помощи. Его разошлют клубам и игрокам. Там будет указан расчетный счет Федора Конорейкина. Напомню, будучи хоккеистом, он выступал за московские клубы «Спартак», «Крылья Совета», «Финский йокерит». А в качестве тренера Конорейкин работал в Атланте, «Спартаке» и «Металлурге». В 2007 году под его руководством магнитогорский клуб стал чемпионом.